Книга «Открытым оком», том 29, вопрос 4022, тема «Промысел Божий». Разве без воли Божией было гонение на церковь? Есть ли последователи тех, кто не пошел в ослужение власти? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. По названию есть, но на деле, если бы мы с ними оказались в одной упряжке, то не зашибли ли бы они нас? Только одно то, что они все так же держатся за мощи, за мироточения, за церковно-славянский язык и старый стиль, и это уже нас разводит далеко друг от друга. Но по кабинетным статьям они нам близки. Вот как омские пасечники, в кавычках, понимают этот вопрос. Кавычки открыты. Русская православная церковь в 20-м столетии пережила множество расколов. Один из них, такие как обновленчество сергианства, носили глубинный, можно сказать, вселенский характер и имели своей целью не только ослабить, погубить, но подменить собою подлинную русскую церковь. Против обоих этих искушений церковь выстояла, хотя и понесла значительные потери здесь, на земле. Оказавшись в изгнании, в катакомбах и за границей, не сломленная подлинная русская церковь сохранила истинное православие, и тем стала еще более ненавистна антихристу. В СССР катакомбную русскую церковь пытались уничтожить физически. Когда стало ясно, что это невозможно, постарались подменить истинную катакомбную церковь лже-катакомбами. Этот процесс подмены с падением коммунизма усилился, появилось множество ложных ИПЦ, некоторые из них носят откровенно оккультный характер. За границей, недоступной для советских тюрем и канцелагерей, зарубежная русская церковь сохранила не только истинно православное богословие, но и канонический православный епископат, и смогла помочь катакомбной церкви тайно восстановить в 1982 году епископство. Ее свободный голос в защиту истинного православия и страждущей гонимой катакомбной церкви сестры вызывал злобную ненависть у врагов в церкви. Не имея возможности уничтожить зарубежную церковь физически, ее пытались ослабить внутренними расколами евлогианский, американский автокефальный и бостонский. Расколы были устроены именно с такой целью. Любой раскол, сколь бы велик или мал он был, это всегда живая боль для истинных пастырей и чад церкви Христовой. Но это всегда и промыслительный отсев пшеницы от плевел. Попуская совершиться расколу, Господь очищает свою церковь от отступников и еретиков в сердце своем давно уже отпавшем от церкви. Таким очищением для русской церкви стал обновленческий и сергианский расколы в России и их «духовное» чадо, евлогианский и американский за границей. Сейчас русская церковь переживает очередной раскол по своим духовным задачам и последствиям даже более разрушительной, чем все его предтечи. Потому что цель нового раскола окончательно уничтожить истинную русскую церковь и подменить ее лжецерковью, церковью лукавнующих, путем объединения РПЦЗ с советской московской патриархией, придав последней видимость легитимности в кавычках и каноничности в кавычках. Милостью Божией врагам церкви это не удалось. Старец, первый иерарх русской церкви, митрополит Виталий с верными Христу архиереями, духовенством и паствой в России и за границей сохранили истинную русскую церковь перед лицом новых огненных испытаний. Сейчас в русской церкви 11 православных архиереев. Воистину, в кавычках, сила Божия в немще совершается. И хотя враг искусными ложью и клеветами вновь сеет семена подозрительности и раздора уже в этом, в кавычках, малом стаде истинной церкви Христовой, желая ее разрушить до основания, чтобы затем свой антихристов, новый мир построить, в кавычках, мы верим, что истинная русская церковь устоит, как бы ее не пытались расколоть слева или справа, потому что врата адовы истинной церкви не одолеют. Матфея 16.18 Вот только бы хватило нам самим мудрости себя сохранить в истинной церкви Христовой. В том и состоит задача издания, кавычки открыты, церковной ведомости русской истинно православной церкви, кавычки закрыты, стараться по совести излагать учения святой православной церкви, не искаженной духом мира сего, дать возможность православному читателю ознакомиться с жизнью и трудами учителей и подвижников благочестия русской церкви, показать подлинную историю русской церкви в XX столетии и ее место в апостасийном мире, дать правдивую историю катакомбной и зарубежной частей русской церкви, осмыслить и дать православную оценку событиям и явлениям, ведущим человечество к концу его земной истории. Труд этот не из легких и небезопасный. И мы надеемся единственно на помощь Божию и на молитвы благочестивых православных христиан. Спаси Христос. Кавычки закрыты. Деяния 19.9. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. 1 Тимофея 6.5. Пустые споры между людьми поврежденного ума чуждым истинным. 2 Паральпоминон. 30.8. Ныне не будьте жестоковыны, как отцы ваши. Покоритесь Господу и приходите в освятилище Его, которое Он освятил навек. И служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Рекорды Гиннесса пустяшны и смешны. Над самым-самым тешатся зеваки. В заначке многое еще у сатаны, кто дольше всех проспит и громче квакнет. И все-таки рекорды есть и были. Мы знаем их из Библии священной. Кто первый согрешил состав его из пыли, наладил с ангелом и с дьяволом общение. Те первые вне конкурсов ходили. И тиражировался в миллиардах каин. Не помогли отступникам кадила. Кто те события сгруппировал по капле. Среди евреев первый Авраам, испытанный кошмаром непосильным. И первый Соломон измыслил храм, в котором милости язычники просили. Рекорды скорби, тягостных потерь. Пророков неисчетные гонения. Дому Корнилия распахнута вдруг дверь. Евреи-патриоты примут это с гневом. Рекорды зла, безумства на слуху. Как переламывал гулаг сто миллионов. Священство на Голгофу повлекут. И все нажитое веками мигом сломят. Рекорды вакханали, режиссуры масонства, комарили и очумилой. И революции поддерживали сдуру. Отвергнув Библию, взялись за дело. На сволки лютые, разбойники-монахи, влекли все дальше от словес Христа. И потому легко, единым махом, все опрокинулось, а Рамагеддон настал. Я больше всех для Бога потрудился. Страдал безмерно в тюрмах, на этапах. Немного с Павлом вхожи в эту милость. И не бегут, плетутся косолапо. 18.06.08. Игнатий Тихонович Лапкин